Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о том, что такое случайные числа, как их можно использовать в языке Луа и как их получать в языке Луа. Ну вот вы видите сейчас подбрасывание монетки. Монетки наверняка подбрасывали сами монетку, чтобы получить один из двух вариантов. Либо орел, либо решка. Чтобы выбрать то или иное действие. Пойти в кино или пойти, например, скушать гамбургер. Так, ну давайте посмотрим, что нам может предложить Луа. В Луа есть замечательная математическая библиотека с огромным количеством функций. Мы сейчас разберем функцию Math Random, получение случайного числа. Хочу напомнить, как узнать. Справочник у нас есть такой. Ссылочка будет под видео. Если что, находим в стандартной библиотеке, находим математические функции. И вот здесь у нас, пожалуйста, перечислены различные математические функции. Нас интересует только получение случайного числа. Тут написано, что вот эта функция Math Random может вызываться без аргументов. Это значит, в скобочках ничего не будет. С одним аргументом M и с двумя аргументами. Давайте посмотрим, что будет, если мы вызовем эту функцию без аргументов. Так, у меня уже есть заготовочка. Здесь у нас функция Math Random присваивается в переменную загаданное число. Давайте запустим. Так, загаданное число какое-то случайное. От нуля до единицы. Да, эта функция нам выдала число. Оно больше нуля и меньше единицы. 0,7 и так далее. Ну, как-то нам не очень удобно с такими числами работать. Давайте попробуем второй вариант. Чтобы эта функция выдала нам случайное число от нуля до M. Например, давайте до 10. Для того, чтобы получить число случайное от нуля до 10, мы должны просто вызвать вот эту функцию Math Random с параметром 10. Запускаем, смотрим. Отлично. Нам выдано число 8. Оно как раз от нуля до 10. Смотрим следующий вариант. Оказывается, можно указать число от какого до какого мы хотим получить включительно. Хотим получить случайное число. Например, от 100 до 300. Запускаем. 259 получили. Отлично. Так. Вроде бы мы уже изучили эту функцию и можно заканчивать урок, но тут загвоздка. Давайте-ка я запущу еще раз свою программу. Запустил. 259. Запустил. Опять 259. А что такое? Что за случайное число? Что оно один раз выдает случайное число? Так. Давайте-ка повторим вот эти вот строчки три раза. Совершенно одинаковые строчки. Ну понятно, если я вот так сделаю, закомментировал, получаю число в переменную один единственный раз, то смотрим, что у нас получится. Да, одно и то же число у нас выводится три раза. Убираем комментарии отсюда. Что это означает? Мы здесь получили какое-то случайное число, выдали его на экран. Потом снова получаем следующее число случайное. И снова выводим его на экран. Давайте даже вот так. Число 1, число 2, число 3. Запускаем. Отлично. Мы видим, что случайные числа разные. Первое, второе, третье. Они отличаются. Но если я запускаю свою программу еще раз, эти числа остаются теми же самыми. Смотрите, вот еще раз запустил, еще раз, еще раз. Нет, так никуда не годится. Получается, если вы будете играть в игру, где вы будете знать наперед, откуда выскочит какой-то монстр, или откуда-то выпадет мешок с сокровищами, это будет не очень интересно. Хочется неожиданностей. Что же нам предложит для этого библиотека математическая луа? Вот есть такая функция. Называется немножко по-другому. Math Random Seed. И какой-то x может быть аргументом. Ну давайте посмотрим, что за Math Random Seed. Так. Math Random. Math Random. Давайте здесь ноль. Объясняю очень доступно, что означает это число. Например, все наши случайные числа хранятся в кубиках. На каждой грани кубика у нас есть от 1 до 6. Мы берем в данном случае 3 этих кубика в горсть и начинаем трясти. Трясем ноль раз. И выбрасываем на стол. И смотрим. Так. Ну ничего не изменилось. Видите, те же самые числа. А давайте попробуем потрясем наши кубики со случайными числами один раз. Запускаем. Отлично. Совсем другие числа получились. Еще раз запускаю. Числа те же самые. Почему? Потому что здесь остался тот же самый аргумент. Трясем один раз. Давайте двоечку попробуем. И убедимся, что числа уже другие. Отлично. А как сделать так, чтобы мы каждый раз при запуске нашей программы трясли наши ладошки с кубиками? Разное число раз. Ну, например, смотрите. У нас есть на экране часы, которые показывают время, секунды. Если мы сейчас запустили программу, то у нас, допустим, 20 секунд. Если мы через секунду запустили, то у нас уже будет 21 секунда. Давайте вместо этого числа подставим сюда значение времени текущего. Чтобы всегда получать случайные числа. Могу сказать, что про эту функцию я узнал здесь. Системные функции. Сейчас, подождите, загрузится. Загрузился. Dates. OstTime. Тоже видно в скобочках, в квадратных какой-то аргумент. Значит, можно вызывать без всяких аргументов. Просто OstTime. Как у нас вот здесь написано, OstTime. Так, мы сейчас и добавим. Вместо двойки пишем. И вы знаете, эту строчку, вот эту вот, можно вызвать всего один раз. Просто запомните ее и писать в начале нашей программы. Где мы собираемся вызывать случайные числа. Давайте посмотрим. Так. 263. 245. Отлично. Числа стали случайными. Ну, пожалуй, на этом урок можно закончить. Используйте для домашнего задания, для своих игр. Или, может быть, кто-то хочет сделать свое маленькое казино. Три топора. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.